Алло, Мариночка Я не бездомная Я хочу просто подрихтовать Мое идеальное тело Клиника пластической хирургии на этаж выше Здесь у нас массажный салон О, так значит, мне к вам Вы же массаж делаете? Делаем, конечно Вот Но вам, может, лучше вначале пластическую хирургию? Черт! Черт! Дело в том, что мне на работе А-а-а Уронили что-то на голову и так удачнее Нет Мне на работе А-а-а Сделали вакцину и так неудачнее Вы можете меня не перебивать Как это делают все на работе Так вот Мне на работе подарили сертификат К Новому году Чтобы я сделала из своего тела Так сказать, королевну А-а-а Вот эту 90-летнюю английскую старушку Я, конечно, не знаю Знаю, как можно еще улучшить совершенство Но даренному коню, как говорится, под хвост не плюют Сертификат подарочный в наш салон Да Фирменно прикололись Почему сразу прикололись? А-а-а Сто обмяк Никогда не видел такой красоты Бог миловал Да, красота Страстная сила Я даже не представлял себе раньше Насколько У меня сертификат На пять массажей Жестко Ну, если мне понравится То я продлю и доплачу Послушайте Хватит мне угрожать Вы готовы? А-а Одну секундочку 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 Да, я готова Ну, хорошо Раздевайтесь Раздеваться? Да Вот так прям сразу? А ты состряк Нет, я не готова. Ну, я бы хотела вначале цветы, ухазывания. Давайте познакомимся. Сергей. Евросинья Кондратьевна Кадык. Я вижу. Что вы видите? Кадык. Больше, чем у меня. Это мне от папы досталось. От мамы-то, я смотрю, вообще ничего не досталось. С косыни, пожалуйста, а вы тоже будете раздеваться? Нет. Я доплачу. Раздевайтесь, пожалуйста. А можно всех посмотреть? Я бы хотела кого-нибудь поаполонистей. У нас такой услуги нет. Есть только вам мало. Ну, если у вас такой скудный выбор на любителя, ну ладно, ладно, так и быть. Вы мне понравились. Да, а кто вы по гороскопу? Лев. Лев это мне подходит. Я не договорил, я все-таки больше рак. С раком? С раком у меня все не было, но будет. Послушайте, вы собираетесь делать массаж или нет, женщина? Вообще-то я из-за девушки. Ну, неудивительно. Вам вообще массаж когда-нибудь делали? Конечно! Рельсы, рельсы, спалы, спалы. Полки в поезде упала. Видите, расселена. Это полка? Нет, это я пиво на спор открывала. Судя по щели, не открыли? Почему? Открыла глазом. Видите? Стекло. Ну, хорошо. Какой вы массаж желаете? Тайский, спортивный, расслабляющий? Эротический в четыре руки. Мы такой не делаем. Тогда в шесть. Мы не делаем эротический массаж. О, 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 как это не делаете? Ну, просто вы, вы, вы вот когда увидите мое обназонное тело, вы себя не сдержите. Я уже в предвкушении. Да? Раздевайтесь, я с удовольствием отвернусь. А вы будете подглядывать? Нет. Я доплатил. Раздевайтесь, что я там такого не видел? Ну, хорошо, хорошо. Просто поверьте, такого реально не видел. Ну, да ладно, давай и так, ты там возьмешь и, например, выключи свет, чтобы было как-то романтичнее. Будь моей волей, я все глаза вообще выколол сейчас. Свет во всем районе выключил. Хорошо, вот вам, я отвернулся. А, музыка. Это хорошо. Я без музыки раздеваться не могу. Секундочку. Секундочку. Сядь, сядь, секунду. Сядь, секунду. 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 Секундочку. 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 Сядь, я почти готова. Я почти готова. Скажите, пожалуйста Сядь, секундочку Всё Скажите, пожалуйста Фух А скажите, а мне полностью раздеваться? Или вы будете массировать какую-то Ну, отдельную часть? А вы как хотите? Ну, я хочу вначале полностью, а потом отдельную Не знаю, ну Может быть, у вас что-то болит Может быть, что-то потянули себе Ну Скорее запустила Одну мышицу Надо её, так сказать, промять Вовсе мне нужен глубокий массаж Но я предупреждаю Я предупреждаю, я буду кричать Похоже, я тоже Тоже от удовольствия? Похоже, буду звать на помощь Так зови Я не против группового массажа Хватит мне угрожать Вы разделись или нет? Да О, Господи, Пресвятая Дева Мария Ой, Боже, меня так ещё никто не называл Приятно Это что у вас? Ёлочка Это как освежитель воздуха в жигулях А ещё для вас сюрприз Где? Под ёлочкой Господи Где вы это взяли? У бабушки Такое качество сейчас вообще ни где не купишь Правда? Да Сексуально В таком, наверное, лучше хранить Мы так и сделали Да У бабушки было два комплекта В одном она уже там А в другом я тут Может, и второй надо было похоронить Что? В смысле? Давайте Ложитесь Давайте начнём А может быть, для начала Выпьем чего-нибудь? Могу предложить снотворное? Я бы выпила всего-то покрепче А, сгонять в аптеку за клофелином? Ну, нет Ну, давайте хотя бы включите какую-нибудь лёгкую музыку Для того, чтобы, так сказать, ну, было романтично и приятнее делать массаж Пожалуйста Скажите, пожалуйста, ложитесь вам Слушайте, я всё подумала А может быть Вам Заодно станцуем, а? Ну, вот, чувствуете? Музыку, чувствуете? Вот эти его душой своей Так, послушайте Вы когда-нибудь вообще были на массаже? Только у гинеколога Значит, так говорят, там я не успела получить удовольствие Ммм Неудивительно Ложитесь на живот Э, подождите Подождите А вы будете у меня искать точечку дзы? Нет А давайте я вам буду подсказывать? Нет А давайте вы у меня найдёте, потом я у вас? Нет Ну, потянув всё время, нет и нет Нет у вас никакой точки джи, я уверен Это мне от мамы досталось Так, ложитесь на живот Э, подождите Я так не буду видеть, что вы делаете Вам и не нужно видеть то, что я делаю Ага Чтобы вы воспользовались моей невнимательностью Я что, похож на извращенца? Да Очень А я в них разбираюсь Быстро ложитесь на живот Ой, только Только Подождите Только ведь его мне не засемите Мне ещё разать Ну, надеюсь, что искусственное оплодотворение ещё не отменили Не, не, не Не, я дождусь принца на белом коне Ну, конь ещё может повестись на такое А вот принц, боюсь Ну, разве что, если он слепой Ну, просто у каждой сенсины должна быть своя вторая половинка Я её просто пока если не встретила Но вот когда я встретю, вы представляете, что это будет? О, если такие две половинки встретятся Это будет полная жопа А? Ложуитесь на живот Скажите, пожалуйста, у меня последний вопрос Последний вопрос Какой? А массаж будет с окончанием? В смысле? Ну, знаете, просто я читала, что в Таиланде делают массаж По окончанию которого клиент достигает пика наслаждения Такой массаж там делают только мужчинам Я согласна, лозысь, я тебе сделаю Так, быстро легла на живот овца Что? Овца? Да как вы догадались, что я овен? На живот? И начинаем делать массаж Ой, только Только, знаете, как-то вы медленно как-то делаете Вот гинеколог, он сразу к главному пересол Я не собираюсь делать то, что делал гинеколог Вы не будете кричать? Нет, нет, помогите, отпустите меня Расслабились Ага Получаем удовольствие А больно? Не-не, это я так удовольствие обычно получаю Никто не думал, что массажем буду изгонять дьявола Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа же нравится это для вас что-то тяжелое поднимать до каждую пятницу грузчиком работаете на складе нет музыков пьяных к себе домой затаскиваем а я вам все вправлю ну все пасточка я пошел чёрт теперь твоя очередь все красавчик после того что у нас было ты обязан на мне я не могу я я женат у меня даже вот обруча а где где обручальное кольцо где где под елочкой это фигня выкидываем тоже выкидываем нафиг и это нафиг выкидываем так до свидания что это такое вообще нафиг так это тоже на нет это же мой бутерброд вчерашний блин так это тоже до свидания до свидания это чё такое вообще выкидываю все что ты в прошлом году понакупала этим не пользовалась очень-очень надо очень-очень надо вот это вот что такое саша это массажер для губ смотри а что ты им раньше не пользовалась блин прикольная штука надо будет твоей маме такую подарить яна а ты не говорил а что у нас в постели проблемы это чё сша с ума сошел ты специально такой массажер для лица вот так вот смотри убери от меня эту штуку вообще я думаю что вот это и вот это в комплекте шло хорошо мы все выбрасываем отлично отлично а чё ты так быстро согласилась все это по выбрасывать ты понимаешь сашенька я заказала новые подарочки яна как так можно сейчас стране кризис денег ни у кого нету ты тратишь деньги опять на какую-то фигню сашенька но я заказала подарочки всего лишь на 100 долларов на 100 долларов господи неужели ты прочитал мое письмо его начала экономить класс супер так и блин это наверно пришли эти опять коммунальщики сейчас я им пойду вот этим вот лицо на массажер это подожди я чё-то не понял это мы раньше на диете сидели а теперь у нас два холодильника будет даже это пришла моя посылочка откуда она пришла ну из китая не открывай посылку из китая я уже не переживу зато я тебе купила спиннинг спиннинг точно спиннинг не спиннер как в прошлый раз потому что все мужики на рыбалке нормально так закидывают спиннинги только я один спиннер кручу спиннинг только тут много коробочек его нужно найти давай поищем чего тут вообще есть так это чего такое для утяжеления веса положили что ли подушечка подушечка блин ты чего я тебе еще одеяло из шифера куплю чтобы ты им укрылась и больше никакой фигни не заказывала кирпич видимо что это перепутали а вот правильно и прислали держи прикольно мягенький да тогда я эту подушечку себе забираю хорошо так что тут у нас еще часы это не просто часы это противоударные часы откуда ты знаешь что они противоударные потому что я в рекламе видела как по ним бьют кирпичом наверное вот этим кирпичом били ну нет у нас часов ладно так и это что у нас такое ой короче заказался супер модную футболку она стоила раньше 100 долларов а теперь я купил ее за 2 ничего такая же теперь как я будешь блин наверное чуть перепутали а это она короче тебе не мне такая не нужна у меня свое есть натурель так сказать значит перепутали надо будет вернуть янка а ты мне не говорила что ты собираешься грудь увеличить вообще-то я заказывала бюстик от виктории секрет это больше бюстик от виктории павловны туда не только твои секреты ты сама туда залезть можешь и но должно было быть сексуальным янчик вот такая штука может только парашютистов возбуждать так перепутали надо вернуть о кроссовки вроде мой размер да классные кроссовки это не просто кроссовки а электро кроссовки с подогревом нет видимо бракованный чуть-чуть бракованный вернемся вернем обязательно вернем так зачем нам крышка от унитаза ой короче это умная крышка от унитаза в общем она сама опускается и еще у нее такая функция подогрева лучше бы она мне помогала кроссворды разгадывать это такое айфон а это мы точно вернем потому что потом начнется мне надо будет шубу для его на маленькую купить и айфон для айфона купить так это крем это короче очень очень нужный крем я на у тебя вся ванна этими кремами заставлена что что такого у меня нет специальный крем для увеличения ягодиц ты спросил слушай а им мозги помазать можно зачем ну чтоб ты наконец-то поняла что все что приходит в китае это полный разводняк ну че можно уж попробовать блин так о наушники да это короче сверх крутые наушники там такой ультра звук идет вообще закачаешься они опять что-то перепутали блин ну что такое ну я же так хотела эти наушники хотя они мне очень сильно нравятся давай себе заберу нет я их себе оставлю буду одевать когда мама твоя будет приезжать бомба это оставляем так а это что зубные щетки да это такие очень нежные зубные щетки с такой крутой крутой щетидой за два доллара посмотрим янчик я тебя хочу расстроить у нашего унитаза зубов нет хотя стоп ты что купила унитаз зубами нет янка я буду бояться на него ходить нет хотя с другой стороны заменитель то у меня есть так вот смотри что тут у нас ой а это я заказала твоей племяннице ну вроде нормальная кукла голова есть две руки две ноги извращение что ты делаешь там как бы ну такую куклу лучше детям не дарить да и взрослым нежелательно а чё там такое мы это сто процентов вернем еще одна кукла чё такое девочка да какая девочка обычная кукла не то не все ну ну как бы нормальная на это подарю я люблю тебя поцелуй меня мама ой здравствуй дотя а я в рекламе видела что если в нее ставить еще батарейки то она начнет ходить да не хватало чтобы это чудовище еще ходила по комнате пугала меня нафиг нет Саша ну я не понимаю ну что ж такое сложное время сейчас ничего нигде нельзя купить весь этот карантин я так стараюсь 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 выбрала все в новогодние подарки ты вот это вот начинаешь блин я ёлку купила ёлку купила какую ёлку новогоднюю ёлку за 10 долларов 10 долларов да офигенная ёлка давай под эту ёлку положим к этим мини стрингам еще мини шубку и мини машинку тебе блин яна вот это все фигня полная я тебе честно говорю это надо обратно этим китайцам возвращать мне на это даже 100 долларов жалко так мы не сможем вернуть потому что продавец понимает только по китайски здрасте приехали значит когда они заказы принимают они по нашему понимают а чтобы им вернуть что-то то они только по китайски понимают так я сейчас этому доставщику твоему отсылщику этому сейчас письмо напишу где его адрес вон там написано на коробке а о что гражданин у хунло короче будет просто хунло так уважаемый хунло верните нам деньги а мы вам товар отправить ой так быстро ответили у них наверное стоит шаблон чтобы отсылать таким как ты так что там а для того чтобы вернуть товар вышлите 100 доллар вот хунло такой а блин скажу ты вечно всем недоволен ты даже не посмотрел на спиннинг точно вот зря ты сейчас про спиннинг сказала потому что если там не тот спиннинг о котором я мечтал я тебя прибью понятно янчик блин это же именно тот спиннинг о котором я мечтал блин правда мечтал когда мне было пять лет знаешь что яночка а мы сейчас порыбачим а ну-ка ловись рыбка большая и маленькая ой клюнула клюнула а ну давай подтягиваем 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 и залазим в коробочку Давай, давай, давай. Залазь в садочек. Саша, ну блин. Залазь, залазь, залазь. Уважаемый хунло, отправляю вам товар бесплатно. До свидания, Яночка. Егор, может, ты мне все-таки поможешь? А, да, конечно. Вон под серым шаром пустое место. Вот туда вешай. Спасибо, помог. Всегда пожалуйста. Мам, пап, я уже написала письмо Деду Морозу. Проверьте на ошибки. А, давай проверим сейчас. Ты только проверяй, а не дописывай. В смысле? А что ты решила, что я собираюсь что-то дописывать? Ну, не мог же ребенок в прошлом году попросить у Деда Мороза куклу, и чтобы бабушка весь год не приезжала. Зато это сработало, да? Правда, я не хотел, чтобы прям все по домам сидели. Ну, это тоже подойдет. Так, дорогой Дедушка Мороз. Дорогой, не из дешевых-то. Я себя в этом году хорошо вела. Тут можно поспорить. Полочку-то так и не прибила. Так, подари мне, пожалуйста, планшет. Один, два, пять, семь, двенадцать, тридцать... Что это за цифры? Папа, это серийный номер, чтобы Дедушка Мороз подарил мне именно этот планшет. А еще я вот QR-код нарисовала. Молодец, доченька. А то будет, как у мальчика Миши из соседнего подъезда, который попросил у Деда Мороза огнедышащего дракона, а под елкой утром обнаружил нашего папу с перегаром. Так, ну ладно, это... Кируся, слушай, а ты не могла бы заказать у Дедушки Мороза что-то другое? А почему? Ну, трудный был год для Дедушки Мороза, поэтому у него может просто не хватит денежков. А мне кажется, что хватит, если мальчик Егор попросит у Дедушки Мороза спиннинг подешевле. А почему это? Страдать должен мальчик Егор. Может, эта девочка Маруся закажет себе Нишубу? А чего это Нишубу? Потому что она себя плохо вела. Это я себя плохо вела? Да. А вот девочка Яна из соседнего подъезда вела себя еще хуже. Но почему так праздником получает новый айфон? И даже два. Так что, получается, надо вести себя плохо? Ой, нет, маленькая ты еще и плохо себя вести. Не надо, да. Слушай, Кира, ну... Ты же в курсе, какая сейчас ситуация в стране. А дедушка, он же дедушка, он же в группе риска. Может, не стоит его засылать в магазин по всяким пустякам? Значит, как за планшетом Дедушка Мороз боится идти. А как за второй бутылочкой пива ни снег, ни дождь ему не страшен, да? Так, ты... Не, ну... Вы должны понимать, что это же не просто подарок, это дорогой подарок. Тут надо письмо писать не только Дедушке Морозу, тут еще и Святому Николаю, и Санта-Клаусу, и, наверное, даже и Виктору Ивановичу из кредитного отдела, из банка. Если Дедушка Мороз в этом году подарит мне планшет, то следующие два года я могу ничего не просить. Дедушка Мороз на это второй раз не поведется. Не было такого. Еще как было. Девочка Маруся попросила у Дедушки Мороза сапожки и сказала, Дедушка Мороз, я следующие два года вообще ничего просить не буду. А уже на следующий день потащила Дедушку Морозу в торговый центр выбирать себе сумочку под эти сапоги, а потом еще и пуховичок. Так что не надо. Кирочка, а что ты хочешь еще, вот, ну, кроме планшета? Не знаю. Я бы хотела с друзьями сходить в квест-комнату. О! А ты возьми своих друзей и сходите к папе в гараж. Там еще та квест-комната. Если что-то не захочешь найти, то можно полдня провести. Знаешь что, а ты лучше возьми своих друзей и сходите к маме в сумочку. А если я у Дедушки Мороза попрошу велосипед? Хе-хе, велосипед. Зачем тебе велосипед зимой? Ты летом попроси, он тебе летом подарит. Ага, а летом скажет, давай лучше зимой купим, а то зимой скидки, а летом дорого. И так по кругу несколько лет. Мама, откуда ты знаешь? Ты что, у Дедушки Мороза тоже просила велосипед? Ой, не велосипед, а шубу. Но схема у Деда Мороза не меняется. А еще я хочу себе наушники. Так у тебя же есть. Беспроводные. Только не так, как в прошлый раз, чтобы от моих старых поломанных Дедушка Мороз просто провод ножницами отрезал. Так, ладно, все. Заказывай любой подарок. Правда? Да, любой подарок в пределах 200 гривен. Мама, а как ты думаешь, мое письмо Деду Морозу дойдет? Я думаю, что в этот раз дойдет. Потому что если не дойдет, он у меня две недели будет спать в своей Лапландии. Дед Мороз на балконе спать не будет. Привет, соседи, с наступающим. Здорово. Ух ты! Какая елка красивая у вас! Ох! А Маруся! Как божественно выглядит! Ой, ну все, хватит, хватит. Сегодня не нальем. Я, если честно, вообще не за этим зашел. Егор, слушай. Да? У тебя случайно нет паяльника? Барсик, скотина, взял гирлянду перегрыз, а? Так что, ты хочешь запаять гирлянду? Нет, я хочу Барсика наказать. А, чтобы больше ничего там не грызть. Да, я бы с радостью, но просто сосед взял паяльник еще два года назад. Если он вернет, я тебе сразу дам. Вот скотина, вот козлина, я бы сказал, а? Ну как вот взять у человека вещь и два года не возвращать, а? Вообще-то это ты. Я верну, обещаю. Сейчас вот Барсика накажу и сразу верну. Ага, окей. Дядя Жень, а что вы у Деда Мороза заказали? Ой, Кирочка, тут такая вообще странная вещь. Я что бы у Деда Мороза не заказывал, он мне всегда дарит либо носки, либо трусы. Скорее всего, я думаю, на почте кто-то мое письмо вскрывает и что-то там переписывает. Вот Барсик, скотина, шары начал бить. Но ничего, сейчас я его к ветеринару отведу. Как говорится, око за око, шар за шар. Может, у тебя секатор есть, я... Ты сначала паяльник верни. Ладно, с наступающим. Барсик, стоять! С наступающим. Мам, пап, а может, я у Дедушки Мороза хомячка закажу? О, хомячок, отличный вариант. А что этот хомячок? Только ест, бит и в туалет ходит. Зачем нам второй папка? Это я, значит, хомяк? Да я сейчас в любой момент подорвался и он прибил эту полку. А нет, все-таки есть одно отличие от хомяка. Наш папа врать умеет. Ты что ребенку такое говоришь? Кошмар! Ладно, тогда я попрошу у Деда Мороза то, на что у него хватит денег. Вот, мудрое решение. Какая ты у меня умная. Ой, доченька, я тебе не советую так писать. А то получишь, как я в прошлом году, открытку. А в ней деньги? А, если бы. А в ней стих. Зато очень красивый. Очень? Ну какой красивый? Ну какой? Осень отступила, и зима пришла. Мой тебе подарок. А давай я в этом году буду тоже поэтессой. Давай? Вот ты ко мне придешь в спальню после праздника, такой нарядный, такой красивый. А я тебе из-под одеяла стих расскажу. Какой? Взрослая я стала, не верю чудесам. Если стих в конверте, остальное сам. Аху! Вот так ты заговорила? То есть ты со мной тут из-за вот этого... Я уже придумала, что я попрошу у Деда Мороза. Что? Я хочу, чтобы вы больше не ссорились. Попросила у Деда Мороза братика. Доченька, ты у нас самая лучшая. Прямо самая лучшая на свете. Знаешь что? Вот мы с папой обещаем, что сделаем все возможное, чтобы Дед Мороз тебе подарил именно то, о чем ты мечтаешь. Да. Ладно, я пойду брошу мое письмо в самый дальний почтовый ящик. Молодец. Умная. Так. Ну что, пойдем? Пойдем. А ты куда? В спальню братика делать. В магазин за планшетом. Слушай, ну пойдем в спальню. В спальню же по дороге в магазин. А, ты мне не хамяк. Ты у меня прям кролик такой, да? Да, да. Ну что есть? Пойдем, пойдем, пойдем. Капец. Какой идиот в 4 часа утра. Открыто! Добрый день! Узнали меня? Кто я? Кто ты? Ты придурок. Какой-то. Нет. Я Дедушка Мороз. Тише, идиот. 4 часа утра. Что ты орешь? Все спят еще. Извините, я немного опоздал. Немного? Сегодня 3 января. Если вы не в настроении, я могу позже зайти. Еще позже? Может на Старый Новый Год, на День Святого Валентина придешь? Ты где был, придурок? Я... 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 Проспал? Я... Перепутал адрес? Я... Попытаюсь все объяснить. Где-то я это уже слышал. Подожди-ка. Ну-ка, иди сюда. Я тебя вспомнил. Ты мне доставку еды делал. Я чуть не сдох от голода. Господи, откуда ты взялся на мою голову, а? А я... Я... Я вас тоже вспомнил. Это вы сами виноваты. Вы в тот раз на меня пожаловались. Меня из доставки выгнали. Сейчас я работаю в Лапландии. В Лапландии? Это фирман так называется. Лапландия. Наш девиз. Хороший отдых за небольшие деньги. 3 января в 4 утра. В девизе ничего про сроки не сказано. Слушай, ты, идиот. У меня ребенок всю новогоднюю ночь не мог уснуть. Кое-кого ждал. Ну и как? Дождался? Кое-кого. А ничего, что кое-кто, это ты. Нет, я Дед Мороз. Тупой? Обычный Дед Мороз. Придурок, где ты был все это время? Я застрял. В робке? В лифте. Позвать на помощь нельзя было никак? Я звал. Кого? Сначала Снегурочку. Люди подумали, что это какой-то прикол. И звали со мной вместе. 15 минут позвали и ушли. А просто людей позвать нельзя было? Я звал, но откуда в новогоднюю ночь люди? Одни пьяные олени. Я им кричу, помогите. А они, ура! Какую бы фразу я им не сказал, а они думали, что это тост и пили. А позвонить ты мог? Я звонил. Куда? В нашу фирму. Но там никто трубку не взял. Ну, праздники. В полицию надо звонить. Я позвонил в полицию. Говорю, алло, здравствуйте. Я Дед Мороз из Лапландии. Они что? А они говорят, слышь ты, Дед Мороз, еще раз сюда позвонишь, мы тебе твой посох в задницу засунем. Кстати, а где посох-то? А, не-не-не, я его в офисе забыл. Все нормально. А кнопка вызова диспетчера есть в лифте. Слабо ее нажать? Я нажимал кнопку. И что? Я сказал, я, Дед Мороз, застрял в лифте. А там ответили, так, тоби и треба клятый москаль. Как ты из лифта-то выбрался хочешь? Новогоднее чудо. Да. Пришли бомжи в лифт погреться и выпустили. Представляете? Ты что, ты трое суток в лифте провел, что ли? Да, можно в туалет сходить. Нельзя. У меня там гости спят еще. Вот я так и думал. Хорошо, что в лифте сходил. Ты что, идиот? Ты у нас в лифте навалил? Нет, вы что, я сумасшедший. У меня был там контейнер один. Все нормально. Придурок, откуда ты взялся? Из Лапландии. Лапландия, хороший отдых за небольшие деньги. У меня аж желудок начал опять болеть, глядя на тебя. Это потому, что вы нервничаете. Вам нельзя нервничать. Вам радоваться надо. К вам Дед Мороз пришел. Ко мне идиот пришел. Ты понимаешь, что ты мне испортил весь Новый год? Я с женой из-за тебя поругался. Ребенок без подарка спать лег. Быстро давай подарки и вали отсюда. Нет, нет, я так не могу. Мне хоровод надо поводить. Стишок хотя бы. Значит, лучше меня внимательно. Ты, урод. Либо ты отдаешь подарки, либо я сейчас найду этот посох, который ты потерял, и засуну его туда, куда менты собирались. Ну что вы мне все одну и ту же фразу говорите? Ладно, ладно. Что у вас там было, скажите? Так, сумка-холодильник давай. Так это был не контейнер. В смысле? Все нормально с вашим холодильником. Просто мне надо на пять минут ванной воспользоваться. В смысле? В смысле? Я три дня в лифте был. В смысле? Все нормально. Господи! Господи, почему именно его ты прислал мне? Нет, меня не господи, меня диспетчер прислал. Из Лапландии. Вот уж повезло-то, а? Ладно, сапоги для тещи есть? Есть. Где? Да, я все объясню. Они в мешке или ты в них тоже навалил? Нет, нет, вы что? Я в них пришел. Ну просто понимите, в лифте холодно три дня, а я в одних кроссовках. Значит так, когда тебя закопают, там будет тоже холодно. Но ты этого уже не почувствуешь, понял меня? Да, ну все нормально. Так, был еще флакон духов для тещи. Есть, есть, флакон есть. Давай. Вот, вот, все нормально. Почему он пустой? Ну я три дня в лифте провел. Ты что, алкаш, ты его выжрал? Да нет, я чтоб запах проветрить. Распшики. Я еще жене айфон заказывал, где он? Нас, нас, нас... Неважно, как она у меня его выпросила. Нас сколько гигабайт? На 512 гигабайт 11 айфон. Вот я все объясню. Просто в магазине 11 уже не было. И вот айфон третий на 16 мегабайт. Третий? Это эсочка. Скажите, будете брать? И если да, мне надо будет видео из лифта удалить. Ты еще на видео все это записывал? Ну просто зарплата маленькая, я блогами еще подрабатываю. Я так понимаю, планшета для ребенка нет! Планшет есть. Вернее, был. Но вы его разбили. Как разбил? Он же в коробке, он не мог разбиться. Да, был в коробке, но я три дня в лифте. Ну, мне скучно стало. Вы меня поймите. Какого хрена ты вообще пришел? Скажи мне, я не понимаю. Я? Что, 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 что бы... Так, деньги быстро возвращаем ей и все. И валя отцу. Деньги, да, да. Давай деньги. Хорошо. Вы, извините, у меня наличных нету. Есть карточка. Пофигу, давай уже карточку. Хорошо. Вот выбирайте бонусное в магазин. Вот скидочное на одежду и карта метро. Ты издеваешься? Зря вы отказываетесь. Тут бонусов гривен на 80. Ах ты негодяй. Кто? Сережа, а это кто? Идиот, аферист, скотина. А, Дед Мороз. Пришел наконец-таки. И что хотите? Я бы, знаете, мне бы рассчитаться, и я пойду. У меня еще три заказа лежит. Значит так. Знаешь что, давай вот рассчитывайся. Пойдем с тобой спать, а утром посмотрим подарки. Чтобы я тебя больше в нашей квартире не видел никогда, понял? Валю отсюда быстро. Ладно, уйду. Ура! Дедушка Мороз! Ты мне планшет принес? Да, мальчик, я это принес. А твой папа... А твой папа заказал в магазине еще лучше, еще круче. А, значит, у меня будет два планшета. Не открывай! А, точно, нужно же стишок рассказать. Да. Давай, стишок. Дед Мороз пришел с мешком, но подарком в нем не видно. Мне, конечно, все равно за страну обидно. Молодец, мальчик. Ну, я пошел. Слышь, Дед Мороз, ты хоть бы ребенку конфету дал? Конфеты в контейнере! Не открывай! Саша, ты елку украсил? Вот, вот, уже украсил. Все, смотри, красавица какая. Хорошо, что я перестраховалась. Вот бы ручки нашего зятя так повернуть, чтобы они тоже из нужного места росли. Молодец. Саша, ты где будешь сидеть? Я вот тут буду сидеть. Вот, вот тут. Тогда я это забираю. А, что ты нож забрала? Потому что рядом будет сидеть моя мама. А что это ты сел на свое нелюбимое место спиной к телевизору, а? А что там смотреть по тому телеку? Каждый год одно и то же показывают. Викус, хочешь посмотреть, чего он туда сел? Ну, встань, затек, пожалуйста, можешь? Пожалуйста. Для любимой эти вещи сделай. Пожалуйста, вот, встал, все. Стульчик подними. Вот, пожалуйста, поднял выше. И поверни к нам. Понятно, Саша. Телевизор ему скучно смотреть. Блин, этот Дед Мороз начал подарки не под елку, а под стул сразу запихивать. Я с этим Дедом Морозом 30 лет в браке живу, так за все 30 лет ничего не поменялось. Бутылка там. Так, чур я тут сижу. Петрович, нас спалили. Папа? Да дай напротив телевизора. Сашка, пойди, открой. Да сейчас открою, открою. О, здорово, с наступающим. Привет, Егорчик. Ну, че, как у вас тут? Че, долг пришел отдать? Сань, вот можешь ты испортить настроение в праздничный день. Ну, че ты сразу начинаешь? Я за этим, как его, а, презервативы нужны. Ты че, мне так решил долг отдать? Ты дурак, что я? Реально нужны, есть? Да нет у меня презервативов, ты че? Петрович, а у тебя? Нашел у кого спросить. Есть? Ты че? А че, я на рыбалку в них телефон кладу, чтоб не промок. Ух ты, а какой размер? Размер Nokia 3310. О, как раз мой. Ну, я верну. Только аж это, новые. Ну да, не распечатанные. Долг мне верни. Саня, ну че ты такой корыстный? Еще друг называется. Так, ну че, можно и по маленькой. Согласен, давай. Так, по маленькому будешь в туалет ходить? Ну, в туалет так в туалет. Точнее, за тем, что в бачке. Петрович, я сразу за тобой. Так, Саша, стоять. Где Леша? Какой Леша? А, гость, господи, Леша, сынок наш это. Я ему задание дал. Он гирлянду распутывает. Понятно. На Леша! Папа, у меня не получилось. Теперь ко мне Дедушка Мороз не придет? Ну, получается, что нет. Саша, конечно же придет, сыночек. Просто это у вас семейное. Гирлянды не распутывать. Класс! Дед Мороз! Иди, иди, открывай, сыночек. О, здорово, сынок! В смысле, Санин, сынок. О, классный костюм. Папка делал. А, че, сядь? Ну, ладно, иди погуляй. Я че пришел? Эти, наручники есть? Дядя Егор, вы будете плохих дяденек показывать? Да не, я скорее по плохим тетям. Так что, есть, нету? Так что, откуда у меня наручники? А у меня есть. Ничего себе. А че, я летом велосипед прикуевываю, чтоб не украли. Спасибо, Петрович. Летом верну. Только ж не поцарапай. Не вопрос. Долг не верни. Саня, откуда в тебе столько меркантильного этого всего? Я в шоке вообще. Сыночек, иди и повтори стишочек для Дедушки Мороза. Хорошо, мама. Так, по горочке взял, помидорчики взял, мяско взял. Все, я в туалет. Смотри, там и отпразднуешь. Петрович, я тоже в туалет хочу. Так, Саша, сядь. Да. Ты Дедушку Мороза заказал? Да заказал. Вот я так и знала, что тебя нельзя положить. Что? В смысле заказал? А я думала, ты забудешь и сама заказала. Так и я заказала. Ты-то зачем, мама? Так я знала, что ты ему поручишь, а он возьмет и не выполнит, как всегда. Вы что, обалдели, что ли? Три Деда Мороза по две тысячи каждый. Папа, ты Деда Мороза не заказывал? Нет. Слава Богу. Дверь закрой. У меня есть денег только на одного Деда Мороза. Все. Ну, значит, звони своему Деду Морозу и отменяй его. Да как им сейчас дозвонишься? У них там занято все время. Звони. Звони давай. А вот Дедушка дозвонился. Куда? Куда? Деда Мороза вызвал. Ты же сама говорила. Папа! О! Класс! Еще один Дедушка Мороз. Хе-хе-хе. А я Дедушка Мороз. У меня краснючий нос. Фу! Так. Кто папа, мальчик? Я. Здравствуйте. Здравствуйте. Где для меня деньги? Деньги для вас найдутся. Хорошо. Подержи-ка. А это, я так понимаю, старшая сестренка мальчика. Ну что вы, что вы. Ну, фу, что вы. Дедушка Мороз, давайте я вам стишок-то скажу. Конечно, давай. Давай. Давай попозже, сынок. Подожди в коридоре. Дедушке надо согреться. А судя по запаху, Дедушка уже пару раз согревался. А Дедушка с крайнего севера ехал на оленях, так сказать, кабриолет. Понятно. Правильно. Можно и согреться. Согласен. Я тебе сейчас согревающего леща как дам. Ну. Не спите. Тогда я в туалет. Стоять. Господи. Сейчас моя очередь. Саня, ты что, у меня возраст. Печень, почки. Что там еще? Бачок. Что ж вы изверги наделали, а? Вы че не предупреждаете, что восьмой этаж и лифт не работает? Класс! Еще один Дедушка Мороз. Подожди, пацан, отойди. Да, Дедушка отдышится чуть-чуть. Ё-моё, уже двоится. Значит, в бачке первачок. Надо размешать минералочкой. Саша, стой. Дедушка, давайте я вам стишок расскажу. Давай, мальчик. Только, дедушке, для начала надо... Согреться. Какой сообразительный мальчик, а? Согреться надо. Это я научил. О-о-о-о-о. Ну? Сейчас, 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 сейчас. Выпейте. Подождите, выпейте. Ну? Зашибись. Саша, ну и как ты будешь расплачиваться со вторым дедушкой? Да с этим проблем не будет. Я смотрю, он за еду работает. Так, давай закрывай дверь, чтобы третий не приперся. Ух ты, еще один, дедушка Мороз. Это я, Саня. Смотрите, кого перед подъездом нашел. Стоял и не мог нажать кнопку домофона. Ну, сейчас ваш грустный праздник превратится в веселый. И-и-и-и... я веселый мороз я на улице замерз дедушка иди согрейся спасибо мальчик этого деда мороза точно взять выбирал что-то ему все время бракованные попадаются я что зашел знаете что надо плетка откуда у меня плетка плетки нет есть кляп мама кляп надо же мне как-то вашего папашу по пятницам трезвым держать а тебе нужнее спасибо я верну долг верни Саня ну перестань блин уже трое недооценил я минералочку переходим на воду без газа так я в туалет я реально хочу Саша сел и сидим на месте мам а кому мне первому стишок рассказывать ему ух ты да сколько этих дедов морозов сыночек не надо папа это дед мороз какой-то странный а это летний дед мороз дед жара века что откуда я знаю вы вообще по какому адресу это же улица преречная двадцать семь е это заречная б ой ой так неудобно получилось подождите 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 знаете что а вы не могли бы вот восьмого марта точно так же дверью ошибиться я хорошо заплачу окей конечно возьмите визиточку спасибо всего доброго доброго вот на этого деда мороза ничего не жалко даже заначку раскупорить да токи токи ух ты еще один дед мороз ну что кто у нас тут плохой мальчик ну да вот ребятушки на такого дедушку мороза денежек тебе не жалко каша что о янка ты что опять дверью ошиблась что ли о ух ты ж моя добытчица санек а помнишь я тебе должен был две штуки как говорится в новый год без долгов ну и иди похавай что-нибудь ты ж со смены уставшая ребята знакомьтесь недорого здрасте ой я открою так уже открыл целым галом браво папа этому деду морозу кажется плохо что да нет сынок ему сейчас как раз лучше всех новый год Слушайте, ну что ж мы пятером-то не можем для мальчишки какое-то волшебство сотворить, что ли? Я не понимаю. Можем! Можем! Да, давайте-ка! Иди сюда, малой. Значит так, я дарю тебе, знаешь что? Дарю тебе волшебную машинку, понимаешь, которая едет только туда, куда ты захочешь. Потому что только ты сам можешь всегда выбирать себе дорогу. Это правильно. Хорошо сказал. А я подарю тебе волшебные пазлы. Раздай их своим друзьям и близким. И в любой момент ты их можешь собрать вместе, если они даже разлетятся кто куда. Благодарю. Ну, мальчик, а я тебе дарю волшебную гривну, чтобы в следующем году ты рос вместе с ней. Вот тебе, мальчик, волшебная конфетка. А в чем волшебство? Она с ликером. Значит, я тебе дарю, мальчик. И любите своих пап. И берите с них пример. А папы пусть подают только хороший пример. Делайте всегда что-то хорошее. Если даже ничего не получается, все равно старайтесь для своих близких. И как можно больше времени проводите со своей семьей. Как это делаем мы в нашей дружной и большой семье? Дизель-шоу! Пап, а нам точно можно было брать украшения с городской елки? Конечно. Но не может елка выглядеть красивее, чем сам город. Правильно? И потом, у нас на центральной площади здание одно недостроенное, а с другой стороны будет недоукрашенная елка. Гармония! Так, ладно, давай, малой, иди украшай елку. А я пока тут старый год проведу. Тише, а почистишь мандаринку, помой ее. Дай еще раз. Пусть и рук останутся бактерии. Или подожди меня, я сейчас приду, включу кварцевую лампу. Сосед, ты что, чихнул дома и тебя выгнали? Да нет, хочу вот сыну сюрприз делать. Подарочек запаковать. О, прикольно. О, слышишь, а дай мне тоже бумагу. Дай. Да, пожалуйста. Во. Тоже будете подарок запаковывать? Ты что, бумага это и есть подарок. Хочешь кораблик делай, хочешь самолетик. Надоел самолетик, раз пилотку сделал. Три в одном. Бомба. Здравствуйте. А мне нужна 148-я квартира. Вы с нее? Нет, 147-я. А может быть вы? А вы что, за кабельное собираете? За мусор? Из ЖЭКа? Тогда из какой вы происподни? У меня доставка подарка. Все оплачено, просто нужно расписаться. А, так я совсем забыл. Это ж я со 146-й квартир. Да. Так, вот так, пожалуйста. Все. До свидания. Нормально. Вот, Лешке фартануло-то, а. Сразу два подарка. Нифига себе. Класс. Осталось только вот украшения еще взять. О. Так, это кто тут электричество мне кошмарит, а? Это, это, мужик какой-то тут пробегал вниз, убежал. Я его, это... О, подарки уже привезли. Отлично. Офигеть, Лешке не фартануло. Ушло два подарка. Так, вот она, машинка на радиоуправлении. Офига себе, прикольно. Так. А во втором подарке что? Тоже машинка на радиоуправлении. А нафига тебе две машинки? Одна для сына, а вторая для меня. Будет мне возить пиво от холодильника. Я там первую неделю после Нового года ходить вообще не собираюсь. Вы знаете, в этих машинках очень много вредного пластика. Да. То ли дело мой деревянный конструктор. Экологически чистый, из натурального дерева. Да? Да. А жена у тебя тоже настоящая или из экологически чистого дерева? Смешно. Слышь, сосед, а вот это ты новые игрушки подаришь, а старые куда денешь? Ну, куда? Ну, в детский дом, наверное, отвезу. Тьфу! Зачем тебе так далеко ехать? Вот сюда, в эту квартиру, забрасывай, все. Да нет, ну ты че, мы ж сиротом помогаем, но... Сиротом? Да. Не, ну на это я еще пойти не могу. Хотя ты знаешь, я вот когда Новый год отмечать начинаю, у меня малой бывает до двух недель без отца растет. Бедный малый. Так. О, вот и наша красавица. Пап, а дедушка Мороз точно поймет, что это елка и положит под нее подарки? Конечно поймет, это ж елка-конструктор. Вот, сейчас иголочки. Я думаю, что дед Мороз к такой елке даже в химзащите не подойдет. Ой, да много вы понимаете, классная штука. Слушай, а не проще новую купить? Новую любой дурак купит. А вот, чтобы из этой елку сделать, тут инженерное образование надо. Так. Слушай, малой. Наверное, забирай бутылочку. Это все-таки как-никак твое преданное. Иди, а я тут сам разберусь уже. Блин, пап. Че? Я уже устал ходить с тобой по этому подъезду, блин, в этом дебильном костюме. Послушай. Во-первых, дед Мороз не может дарить детям подарки без Снегурочки. Во-вторых, запомни. Дети должны рассказывать тебе стихи, а не ты им на табуретке. Ты уже все табуретки в подъезде переломал. Так, шо у нас, 156-ю? Иди сюда. Вообще капец. Хорош. Да. Папа, папа, я не могу почистить мандаринку. Ну, не можешь почистить, ничего страшного. Выпей витаминку. Там витаминов-то еще больше, чем в мандаринке. Ага. Только руки помой перед этим. Слушай, а не слишком он легко одет, как для квартиры? Думаете, да? Тише, одень еще две шапочки. Да, вы знаете, правда, в квартире всего плюс 20. Да, холодрыга. Это еще теплый пол включен? Дубарь, дубарь. А у меня система «Теплый папа». Это как? А я, когда сильно напьюсь, я могу перегаром до двух комнат обогреть. Серьезно. Выключи дуйку. Папа, у меня планшет сел. Только потому, что заряжать его надо было. Я тебе говорил, все, теперь будешь без мультиков на Новый год. Да ладно, Левка, не переживай. Можешь пойти к нам, у нас там на балконе клей есть. Вот его понюхаешь, можно мультики без планшета смотреть. Дурак, что ли, советуешь такое? Не надо нам клея. Давай, иди, одевайся, а скоро пойдем петарды взрывать. Клево. Петарды? Да вы с ума сойти, они же опасны. От одного громкого шума у ребенка может шок случиться. Потом психиатру водить. Ну твоему-то ничего не грозит, он же в четырех шапках. Петарды – это фигня. 19 век. Вот ковер и выбивалка. Вот это тема. Я иногда могу так громко хлопать, что у всех машин во дворе сигнализация срабатывает. Красава. Да. Пап, мама спрашивает, ты продукты купил, что мы будем на Новый год есть? Сейчас, секунду, Лешка. Слышь, сосед, а у тебя в этом году какое меню новогоднее? Куча всякого. Бутеры с икрой, оливьешка, винегрет, холодец, кутя там будет тоже. Короче, ну утка, конечно, курица. Для меня индюшка. И что, это все в холодильнике у тебя? Не, не поместилось. На балконе положил. Слышал? Так что бери страховку, каску и вперед. Девятый этаж все-таки. Пап, мы же с тобой детишек шли поздравлять. Да. А почему ты пил на кухне с родителями? Понимаешь, сынок? Новый год, это такой праздник. Такой праздник, когда что-то синее танцует вокруг чего-то зеленого. Это хорошо, что я в этом году не заказывал Деда Мороза и Снегурочку. А я вот пытался заказать. Ни одного Деда Мороза не нашел, чтобы все прививки были. Чтобы ПЦЖ, чтобы корь, краснуха, ветрянка, чтобы все было проколто. Ни одной Снегурочки со справкой от венеролога. Жесть, жесть. Пап, там на улице. Что, 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 подождите? По одному. Давай, говори. Там на улице Дедушка Мороз за Снегурочкой гнался. Это что значит? Они нам уже подарочки принесли? Слышишь, проныра какой сообразительный. Да. Вот. Держи. Твой подарок. С Новым годом, сынок. Тишенька. А вот Дедушка Мороз пришел, тебе подарочек тоже принес. Держи. Ура, спасибо. Только перед тем, как будешь открывать, ручки помой. И перед тем, как играть, будешь ручки помой. И поиграешь, потом сложишь, и ручки помой. Да хорош уже. Пап, а мне, Дедушка Мороз, что-то оставил? А, да, конечно. Вот, смотри. Бумага. Хочешь самолетик делай, хочешь кораблик, хочешь пилотку. Вот. Поздравляю. Бумажка и все. Ну, что? Да шутит твой папка. Вот. Это твой подарок. Ух ты, спасибо. Спасибо. Уставай, уставай. Машинка. Машинка. Слушай, сосед, это как бы я, ну, просто... Да ладно, не парься. Будешь мне носить пиво от холодильника. О! Это я могу, тут я профессионал. Ну, что, ребятки, а теперь пойдем взрывать салюты? Погнали! Давай, салюты! Ура! Погнали! Останный день року. 31 грудня. Так, ой, это, наверное, галенька драться. Но так быстро, быстро. Великое. Святковое. Всех вам благ! Новоречное шоу-концерт. Тут такая тусовка намечается. Дизель-шоу. Это самое доброе шоу. Это ваше любимое шоу. Это самое лучшее шоу. Из всех. На нашем YouTube-канале.